Итак, мы начнем изготавливать теплицу. Для этого вы посмотрите чертеж, который я прилагаю. Теплица универсальная, трансформер по метлейдеру. Для этого нам надо нарезать профиля по определенным размерам, которые тоже все размеры указаны на чертеже. Вот я его нарезал, заготовил. И сейчас буду варить торцы. Начинать со сварки торцов для теплицы. Вот я сварил 5 торцов для нашей теплицы. Это торцы низа теплиц. Торцы для крыши будут вариться отдельно. То есть теплица будет составная. Вот это промежуточный торец у меня, где идет только одна планочка. И два торца у нас, двери будут с двух сторон. И два торца с двумя промежуточными планочками под дверь. Вот так вот варится. Уголками усиливается, естественно, каждый торец, чтобы его не вело. Все ровненько. Все делается, варится аккуратно. Скажу сразу, если вы сами не умеете варить металл, если вы не имели с ним дела, то это можно все просто по чертежу заказать, естественно, в какой-нибудь мастерской. Особенно там, где торгуют вот таким профилем. Обычно они занимаются и чем-то подобным сварными работами. И они нарежут и сварят вам уже готовые детали, из которых вы потом соберете теплицу. Итак, когда мы сварили каркас для теплицы, нам надо четко разметить место, где мы будем теплицу устанавливать. Вот, поскольку участок имеет определенный уклон этот, естественно, я понимаю, что вот эта часть у меня будет закапываться всего скорее, а дальняя, наоборот, подставляться. Для этого я использую вот старую, обломанную тротуарную плитку. Я использую уровень, использую лазерный уровень, но если его нет, то можно вполне обойтись и вот таким уровнем. И использую в качестве направляющего. И замеры это вот такой вот профил. К нему можно выставить через нужное нам расстояние как раз плиточку, то, что я буду подкладывать под теплицу. Вот. С помощью лазерного уровня я выставляю высоты этой плиточки по углам. Как вы можете вот так вот увидеть. И с помощью шнурки меряю диагонали. То есть у нас должен получиться очень ровный прямоугольник, на который я и буду устанавливать теплицу. И все до одной точки у меня должны находиться на одном уровне. Все. Сейчас мы распланировали участок, выставили точки, на что будем устанавливать каркас. И осталось за малым сварить каркас, а то бишь сварить теплицу. Итак, после того, как мы разметили, где будет стоять теплица, и выставили по уровню подкладочки в виде кирпичей или блоков, мы начинаем на этом месте в первую очередь варить нашу крышу. У нас есть вот такие вот торцы. Один, два и так далее. То есть детали, которые у вас на чертеже. Есть вот такие вот нижние планки. Есть вот эти вот более толстые планки, которые под форточку. А также есть отдельные планши, которые у нас идут вот сюда свариваются. Тут какие нюансы? Дело в том, что здесь надо главное выставить вот эти стоечки у нас по уровню. Не увести их ни туда, ни сюда. И выставить диагонали всего периметра. Вот у нас периметр 2х3. Вот мы диагонали вот эти вот выставим, чтобы здесь ровненький прямоугольник. Вот. У нас вот эта часть сваривается из двух секций. И получается как бы секция под томаты. Поэтому мы диагонали делаем всего потом. Большого прямоугольника. Он будет 4х3 метра. Вот основные нюансы. Когда мы все выставили, свариваем сначала нижние планочки, привариваем. Потом привариваем строго, смотрим по уровню. И привариваем вот эти более толстые под форточку. Тогда у нас все стоит уже твердо. Если у нас диагонали выставлены хорошо, то мы здесь привариваем внизу раскосики. И у нас уже крыша никуда не денется. Одну секцию сварили. Дальше свариваем другую секцию. Здесь нюанс какой. Здесь у нас более толстый. Вот вы здесь вот внизу можете увидеть, что толстый край стойки. Стойки он более мощный, потому что у нас нагрузка здесь держится столько раз. Он выдвинут сюда. Вот здесь вот у меня видно. А тот крайний выдвинут навстречу. Вот. Поэтому наши планки, вот эти вот нижние, и вот эта вот нижняя, будет отличаться на 2 см. В том случае, если вот у нас просто вот этот профиль, он 4х4, а этот 2х2. Вот такие вот нюансы, чтобы нам сварить крышу. Теперь вот эта секция у меня полностью готова. Я ее могу приподнять. Вот даже один, вы видите. Я ее приподнимаю. Естественно, варить надо. Нужен хотя бы один помощник. Одному это сделать нередко. Помощник, который будет все держать, все помогать, выставлять и замерять. Поэтому вот сейчас я вот эту секцию уже из готовых частей сварил за 2,5 часа. Теперь сейчас мне останется доварить вот еще одну секцию, которая будет у меня 2х3 метра, которая будет пристыковываться сюда. И крышу я отставлю в сторону и начну уже на этом месте, на выставленном, на кирпичах, варить основной каркас, который уже с места трогать не буду. То есть варить вниз всей теплицы. Вот. А крышу я уже отдельно ее внизу, пока она внизу, ее очень легко покрасить. Смонтирует в ней форточки и покрыть поликарбонатом, чтобы мне не лазить наверх. А потом уже попрошу помощников и вчетвером очень легко ее наверх положим. Но это я покажу дополнительно. Итак, после того, как мы сварили крышу, мы ее убираем с наших подставочек, вот с этих вот нижних, и начинаем варить уже основной каркас, низ, который у нас и останется на этом месте, где мы его сейчас вот сварили. Какие тонкости у нас при сварке этого каркаса? Нам главное здесь выставить правильно периметр всей теплицы. Вот. И, естественно, мы уже по уровню выставляли подставочки, на чем будет у нас основываться вся теплица. И когда мы нормально выровняем по диагоналям, выровняем период, периметр, то здесь уже по уровню, как мы устанавливали, ничего делать не надо, поскольку боковинки у нас уже сварены, мы только нам остается приставить их, приварить вот эти вот нижние и верхние точки. Все. И у нас таким образом каркас низа будет готов. Мы крышу отставили, теперь ее легко покрасить. Пока все внизу. Мы каркас красим. Как видите, ее можно переворачивать, покрасить, чтобы низ каркаса любую точку, любую сторону. Красить надо маленьким валиком, очень удобно, а не кисточкой. И краской, вот я лично крашу, грунтовкой, она же краска такая, пускай она чуть подороже, но зато ей прокрашиваешь буквально за один раз валиком. Все. Надо обязательно пока все внизу покрасить. Также мы красим, начинаю я красить уже потихонечку, каркас, который сварился у меня внизу. Пока все стоит, сейчас будем все красить. Итак, мы покрасили каркас крыши. И пока он у нас находится на земле, мы его пока не установили на каркас основной. Очень удобно его покрыть здесь поликарбонатом, чтобы не лазить с лестницей на крышу. Для этого нам надо накернить в нужных точках, где мы будем уже приворачивать поликарбонат, накернить точечки и просверлить отверстие. Для чего это делается? Для того, чтобы иногда, когда мы прикручиваем поликарбонат, и начинаем сверлить отверстие через поликарбонат, то стружка попадает внутрь. Нам этого допускать нельзя, поскольку стружка от влаги ржавеет, и у нас появятся ржавые пятна внутри поликарбоната. Поэтому отверстие, в которое мы будем прикручивать кровельные саморезы, надо просверлить до того. И уже приворачивать поликарбонат намного удобнее и быстрее. Также, что мы делаем? Мы уже прикручиваем наши форточки. Вот видите, у меня работает та система, из-за которой, можно сказать, и создана вся эта теплица по метвейдеру. Вот это и есть основная система. То есть вся форточка у нас будет работать вот таким вот образом. А что нам нужно сделать? Нам нужно просверлить отверстие. И здесь я использовал просто резьбу. Она продается в любом магазине, где продаются метизы, гаечки, шайбы. Сверлим сквозное отверстие сквозь стойку и сквозь саму форточку, прямо посередине. И вот на этом соединении, как на шарнире, наша форточка, вы видите, она свободно вращается. Также пока у нас каркас крыши находится внизу, мы устанавливаем уже автоматику, которая будет открывать нашу форточку. Для этого, во-первых, мы соединяем форточки между собой вот такой вот пластинкой. Вот, вы видите, то есть я за одну форточку тяну, а крутятся у меня обе. Также мы соединим пластинкой и третью форточку. То есть у нас один термопривод, который вот у меня в руках находится, будет открывать всю нашу форточку. Здесь я уже, как вы видите, установил пружину газовую, которая идет в комплекте с термоприводом. Единственное, что к нему придется подкупить или найти, это вот такую вот просто пластинку. Вот здесь вот. Опять же, я купил ее, где продаются метизы. То есть закупаемся, все равно нам нужны болты, нам нужны саморезы, нам много чего нужно. И там много всегда продается разных пластинок. Вот я просто вот такую пластинку купил. Ее очень легко, она выполняет роль такого рычага, который у нас, и установить с помощью нее очень просто пружину. Как ее отрегулировать? Отрегулировать ее надо так, чтобы она была все время в сжатом, немножечко в сжатом состоянии. То есть когда, вот даже сейчас, она еще не до конца у меня как бы сработала. Шток не до конца выдвинут. Поэтому она всегда, как бы, заставляет форточку закрыться. Вот. А в комплекте у нас идет еще, идет вот такой вот, такая вот пластина в комплекте к термоприводу. Ее я использовал для того, чтобы установить сам вот этот термопривод. На одну из перепялин, которая идет наклонной для крыши, мы приворачиваем одну точку. Вот сейчас вы увидите это. Одну точку термопривода. Вот. Так мы приворачиваем на саму форточку сюда пластину. И сюда мы вкручиваем вторую. Теперь, что нам надо остается сделать. Мы попробуем сейчас термопривод защелкнуть. Вот мы защелкиваем. Здесь мы сейчас. Вот я защелкнул оба конца. И сейчас температура довольно-таки большая на улице. Жарко, солнце. То есть термопривод, как вы видите, выдвинут. Вот. Сейчас больше, на улице больше, чем 22 градуса. А при 23 градусах он полностью выдвигает. Сейчас где-то порядка 22 градусов. Он почти полностью выдвинул. И у нас, как вы видите, форточка наша. Можно сказать, открыта. Еще чуть-чуть будет потеплее. Он еще чуть-чуть буквально выдвинет. Вот так вот ее. То есть вот максимально то, что нам и надо. Она должна быть параллельно выдвинута. Параллельно. Вот этой вот наклону, наклону, как бы вот этих направляющих крыш. Вот параллельно. Пока у нас еще не покрыто наш каркас поликарбонатом, мы устанавливаем, естественно, двери. Заранее они у нас были сварены. Вот. Здесь мы уголкам уголки, чтобы крепче дверь была. И просто прикручиваем на петлях, на простых. Вот на таких вот дверки. То есть нагрузка здесь небольшая, двери довольно-таки легкие. На них мы будем устанавливать тоже термопривод, чтобы у нас все автоматически работало. Что надо сделать еще? Пока у нас каркас готов и пока еще не покрыт он поликарбонатом. Нам надо обязательно сделать, сварить под грядки вот такие вот, куда мы будем крепить досочки для грядок. Металлические планки наварить уже по грядкам. Вот я наметил, у меня как бы грядка внутри 70 сантиметров, проходик 40 сантиметров будет. Вот, теплица будет делиться на три грядки. И мы сюда еще осталось только приварить вот стоечки, к которым будут и привариваться, прикручиваться доски. То есть когда я это все приварю, я покажу и смонтирую доски. Опять же их надо монтировать до того, как мы покрыли все поликарбонатом. Когда покрыто поликарбонатом, все делать гораздо уже труднее. Нам не присверлиться, ничего сделать. У нас всегда мешается где-то поликарбонат. Вот присверлить, например, с этой стороны, здесь уже будет поликарбонат. Мы ничего не присверлим, тем более ничего не приварим. Потому что мы сразу испортим поликарбонат. Вот сейчас будем дальше продолжать изготавливать нашу универсальную большую теплицу. Итак, мы продолжаем строить теплицу. И как вы видите, мы наверх установили крышу. Теплица высокая, поэтому, естественно, на земле был покрыт поликарбонат. И когда уже поликарбонат прикручен, не надо сейчас лазить наверх и не надо его прикручивать. Поэтому очень удобно это все делать на земле. Также на земле были, как ранее я уже вам показывал, установлен термопривод. Теперь работает, естественно, сейчас уже даже тепло на улице работает форточка, как она и положена работать. И пока мы... бока поликарбоната, естественно, мы пока не ставим. Почему? Потому что нам надо обязательно сделать грядки, пока у нас ничего еще не мешается. Вот, как вы видите, я уже здесь установил грядочки в ней. Теперь, пока опять же не мешает нам поликарбонат, эти грядки лучше заполнить плодородной землей. А уже после этого покрыть полностью теплицу поликарбонатом. Вот так продолжаем строить теплицу. Вот вы как можете увидеть, пока не было покрыто поликарбонатом, мы насыпали землю в теплицу. Вот ее сквозь поликарбонат сейчас видно. А потом уже покрыли боковые стороны и торцы. Все, теплица теперь уже полностью покрыта, сделаны все грядки. Земля, даже как вы видите, там высажены, проглядывают томаты. То есть я посадил уже рассаду томатов. Правда, ее давно уже было пора сажать. Сейчас немножко запаздну. Но ничего страшного. Все успеет у нас вырасти, как я и обещал. С теплицей завершено строительство.